Месяц прошел со дня трагедии в городе Нарьянмар, где преступник спокойно зашел в детский сад и убил ребенка. После произошла стрельба в учебном заведении Благовещенска. Учащийся без труда пронес оружие. Во всех городах после этих происшествий заговорили об усилении мер безопасности. В Хабаровске отчитались, что режим пропуска посторонних в учебные заведения будет пересмотрен. Насколько трудно туда попасть? Наталья Приходько провела журналистский эксперимент. Сегодня мы попробуем пройти в образовательные учреждения, не вызывая подозрений. Детский сад, школа и среднее учебное заведение. Посмотрим, какие меры безопасности там принимаются. Попробую зайти в детский сад. В основном везде там установлены домофоны. Ключа у меня нет, но я скажу, что пришла за сестрой. Мама сказала ребенка забрать, сестру. Где ребенок, в какой группе? Третий. Ну, проходите. А проходить надо куда? До конца коридора. Направо до конца коридора и вперед. Вы все сами видели и слышали. Меня встретила вахтер и сказала мне, что если я хочу забрать сестру, нужно идти прямо по коридору и так далее. Ну, а сейчас я зайду в школу, представлюсь родителям. Снимать на камеру мобильного телефона я не буду, поскольку сейчас перемена, а детей снимать нам запрещено. Я захожу на первый этаж, где раздеваются дети. Прохожу мимо вахтера. Это именно вахтер, потому что женщина не профессиональная. Охрана свободна, спокойна, меня никто не остановил. Я прошла к учебным кабинетам. Через некоторое время ко мне подошла педагог и спросила, чем может мне помочь. Если я одна из родителей, то могу записаться у вахтера. Сейчас у нас по плану среднеобразовательное учреждение. Посмотрим, как там с мерами безопасности. Попросим помочь нам нашего коллегу. Женя, легенду выбирай сам. Мы тебя здесь ждем. Хорошо. Что-то долго его. Нет? Вышел, вышел. Как прошло все? Все хорошо, все нормально. Заходи. Дяденька сидит, спрашивает, вы куда? Говоришь ему какую-нибудь ересь. Он говорит, ну пройдите туда узнать и иди гуляй. Металлоискательные рамки, мимо нее проходишь, она так пищит противно. И идешь дальше. Так прогулялся там, по кабинетам посмотрел, чем люди там занимаются. И все, и вышел спокойно. Образовательное учреждение для сюжета мы выбрали совершенно случайно. И наш сегодняшний эксперимент показал, что в учебные заведения мы можем вполне свободно попасть. Наталья Приходько, Илья Васильев, телеканал «Губерния».